На старте вся страна. В минувшие выходные жителей более 70 регионов сплотила лыжня России. Массовая гонка привлекает все больше поклонников этого вида спорта. Только в Чувашии на лыжи встали более 60 тысяч человек. Причем некоторые участники ярко заявили о себе. Подробности в следующем материале. Восьмерка хаски уже не первый год становится символом чебоксарской лыжни. Собачья упряжка возглавила вип-забег и финишировала под громкие овации болельщиков. Героями лыжни стала и династия Салдемировых. Супруги воспитали целую плеяду биатлонистов. Успеха в спорте добился и сын, став серебряным призером первенства мира. Глава республики вручил спортивной семье благодарности и памятные часы. А к Пимину Петрову выстроилась целая очередь желающих сделать фото. Каждый год на старт массовые лыжни ветеран войны выходит в лаптях и необычных лыжах из карельской березы. Пимин Иванович получил их в подарок от отца 78 лет назад. Говорит, что благодаря частым тренировкам чувствует себя моложе. Свой возраст ветеран назвал только с третьей попытки. Каждую зиму хожу кататься по оврагам, люблю спускаться в крутые горы, люблю. Хотя у меня сейчас 80 лет. 88. И хути. 87. На старте профессионалы и любители. Участникам самого массового забега предстояло преодолеть 3 километра. Для кого-то «Лыжня России» стала семейным праздником, а для кого-то – дебютом. Я сама первый раз участвую. Очень понравилось. Нумереваюсь и дальше принимать участие. Народа очень много. Трасса не короткая. Было нелегко, но тем не менее. Количество участников «Лыжни России» растет из года в год. Массовые старты дают в каждом районе республики. Румяные лица, красивые улыбки. Вот оно где счастье. Хочется сказать всем спасибо большое. Так держать. «Лыжня России» продолжает бить рекорды. Только в Чебоксарах на массовые старты вышли порядка 14 тысяч человек. Горячий чай в этот день лился рекой. Чтобы угостить всех желающих, подготовили более 700 литров напитка. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова